Ультрамаринчик с белевыми. Смотрите, как я обширно смесь веду. Не по чуть-чуть вот так замешиваю, а сразу много красочки набрасываешь. Но ты уже не первый раз, поэтому все нормально. Единственное, протянешь полосочку сильную здесь, и потом начнешь потихонечку светлить внизу. Ты видишь, там есть усветление горизонта. Потом другую кисточку возьмешь поменьше, это у тебя останется для неба. А второй кистью ты коричневый, голубая, желтый, темно-зеленый добудешь таким образом. И все низушку вот так, снизу потемнее, все пройдешься. А выше больше желтых, и появишься последнее. И под конец даже начнешь еще и бедила, где-то вот здесь, видишь, там разбил. Две задачи. Закрасить небо, закрасить землю. Разные кисти. Облачка можно набрать вот той кистью, которая тебе оставалась для неба. Единственное, что в ней капельку-капельку красного. Вот так. Берем. Для того, чтобы они стали тепленькими. И бочочком кисточки вот так потихонечку, потихонечку штриховываешь их, вписываешь их. Вот эта рамка 3,700. Поработала. Набрала синий в кисть. Видишь? Прежде чем бедила вернуться, ты эту кисточку вытираешь. И снова бедила степой. Облачка расставишь. Держи. Другая задача. Взять кисть меньшего размера. Набрать желтый, синий, получив зеленый, посветлее, чем сейчас есть. И начать там вот так выращивать травку. Не закрывая небо пока, а только вот тут, как бы тренируясь. Боком. И боком, и плашмя иногда, для того, чтобы она стала шире. То есть, когда тебе нужны тоненькие, ты будешь вот так бочочком. Когда тебе нужны пошире, ты ее чуть-чуть завалишь. Появятся травочки. Помимо просто растущих, могут еще быть вот такие криволинейные, загнутые. Вот сначала с небом сейчас облачков понабросаешь. И уйдешь травку. Единственное, что вот там горизонтик, он бы мог быть и выше, и светлее, и синее вдаль. Вот так. То есть, он туда хочет стать менее красочным. Обрати внимание, да? Он здесь цветной, синий, темный. А там он как бы гаснет и становится, да, туманненьким. Ну и можно его приподнять немножко. Хорошо, что ты приземишься, то есть сначала начала делать резистость. Но потом, без проблем, вот так мы ее приподнимем в нужную высоту. Смотри, фишечки на нет. Да, вошла? А, Вика, Вика, да? Дальше. Прежде чем белые вот эти ромашечки, ты их сделаешь синеватыми. То есть, ты белила сначала добудешь в качестве разбела синего. Вот так. Краска в этом случае должна быть погуще, и ее масса должна быть достаточно для того, чтобы перекрыть зеленку. Видишь? То есть, если будет суховато или жидковато, она просто не перекроется, подмышается. Ты должна именно изгнать зеленый. Ты видишь, как я их стараюсь больше овалами. То есть, не кружочками, вот такими простыми круглыми, а немножечко с овалом, чтобы было ощущение того, что мы на них смотрим сбоку. Кто-то чуть наклонился вот так, кто-то там еле заметный далеко. То есть, они подальше становятся маленькими. Вот. Там есть озеро, которым мы потом воткнем. Ну, ты сейчас пока просто тренируешься. Дальше ты возьмешь чистые белила, и туда уже с аккуратностью вот так будешь вгонять в рамки этого синего. После белил уголком кисточки появятся там желтые пятнышки. Вот так. И это будет начало. Касательно домика. Можешь взять коричневый с голубой, и его пока вот так просто сухенько отметить, где бы он мог находиться. Дерево тоже как-то натрешь незначительно. Озеро в темноту тоже пока без сверхсложности вот так тонально отметишь. Ага, домик оказывался выше. Можешь сначала начать с этого, а потом перейти к ромашкам. Ага, уже раздумано. Да. Если здесь нам густота не нужна, то в ромашках там очень важно именно слой краски иметь. Может быть очень явная полоса вот эта. Угу. Мы ее сейчас собьем. Во-первых, она дальше, уставка не такая она, не узнанная там, такая резкая. Вот еще там свистит немножечко синьки. Вот то, что мы в небе набирали, помнишь, утрамарин? Ты его же в воду в качестве отражения неба. Именно его. Вот так заставишь там быть. Я взял достаточно такой плотный мазок густой для того, чтобы перекрыть то, что там уже у тебя лежит. Там может вырасти какой-то кустичек на том берегу, вот здесь. Ага. Тоже отразившись в воде. Чуть не аккуратно, ты можешь больше деликатности уделить. А вот это же небо, пока у нас есть этот цвет, мы поищем и в других местечках. Вот тут на крыше явно отражается небесность, да? Посмотри, как она уходит вниз все-таки. Хочет туда собраться. Взял теневую для домика, посмотрю еще где ее можно применять. Вот здесь, например. Сразу стало понятно, что это бережок. Ну и возвращаешься к ромашечкам, вытирая кисть от черноты. И по-прежнему сначала синька плотная, перекрывающая, а потом белила. А как и насчет камышей, хочешь? Я с ними не дружу. Я говорю, я их боюсь. Сам боюсь. Как-то вот так они придут. Но сначала все-таки небо еще поработаем с небом. Так, что касается ромашечек. Ну, в целом хорошо. Есть очень даже хорошие. Добочки-добочки. Добочки-добочки. Но они все одинаковые. Роем таким они летят. А должны как бы разбиться, особенно по краям. Давай мы что сделаем? Некоторые из них Поснимаем, наверное. Вот эти. И теперь маленькой кисточкой к каждому ты станешь вот так добавлять лепесточков. Но не к каждому, а к тем основным, главным. Они, во-первых, станут крупнее. То есть ты волей-неволей вот так повыдергиваешь у них ширину. Во-вторых, будут больше внимания к себе привлекать. То есть, кого хочешь вытащить, того трогаешь. Вот эти, понятное дело, не трогаем. Может быть, вот такие точечки помогут. Ну, вот я тоже так думала, но что-то не рискнула. Потому что там, смотри, что-то такое розовенькое, там, желтенькое. Какие-то, какие-то, какие-то такие. Ну, тут тоном наберешь плотно, чтобы дерево выросло. Ну, основная задача, конечно, с ромашечками сейчас чистыми белинами. Я тебе кисть испачкал, ты ее вытришь, помыешь. И немножко с небом поколдуешь, добавишь там облачков. Особенно там, где предстоит его закрыть камышами. Я вижу просто так. А там же еще и толщина. Конечно. Также есть толщинка с этой стороны. Можно ее даже усветлить немножко. В той картинке все как-то простенько решено. А я тебе предлагаю немножечко с дощечками. Да, причем и дверь там можно поставить, и окошечко. Ты не против? Нет, абсолютно. Правда, лучше будет, веселее? Да. Он кому-то лень рисковать, по-моему, не стоит. Чего-чего? Он кому-то лень рисковать стал. Лень? Ну, да. А, на первом источнике? Да. Нет, не лень просто... Ну, у него такая была задумка. Да. Посмотри, вот чуть краснее. У тебя чистый желтый, и он там зеленый выдает. А нам надо остаться в красном больше, в коричневом. А так хорошо все. В общем, даже промашки. К ним красненькие, смотри. Вот так. Сердцевинком. Как бы не сердцевинком. А, ну ты поняла, да. А, ну ты поняла, да. Сердцевинком, да. Сердцевинком, да. Сердцевинком, как такой вот тень, объемчик. Да, да, да. Для этого разрежил краску, чтобы она легче туда забрасывалась. Ну и какие-нибудь у тебя все разные, прям ни одного одинакового нет. Классно. Да? Ой, мне запроска. Один туда, смотри. Один у меня. Ну, как есть. Единственное, у тебя была небольшая. Позыв на ошибку, когда ты их так прям равномерно распределяешь. Так, классно. Вот можешь еще маленьких поискать. Тебе девочков у них подсвеченных. Вот так. И смелей камыши. Камыши. Не бойся. Не бойся. Можешь пустой кисточкой сначала вот так пристреляться, куда бы его. А потом с краской в это место. Местихинчиком облака можешь раздавить. Сейчас они немножко подстали. Угу. Вот так вот. Поштраховать их. Угу. Очень приятненькая картинка. Ну, по моим следам сейчас то, что я сделал, просто повтори. Угу. И вот это дерево тоже еще с цветиком. Ну да, это пока-то. Как-то может стволики тут наметь. Там нету, может можно. И со стволами у меня не дружу со стволами. Ну, отлично. Давай начнем с дома, наверное. Чтобы его отделить от фона, я вот тут тенечку подложу. Он сразу отстал от той травы. Потом дверьку. Многие пишут, ну, хотят ее изобразить как дырочку, которая темная. А мы смотри, что придумаем. Мы ее вот так повеселим. А здесь может быть окошечко, которое получило отражение неба. Я попыталась что-то сделать. И домик уже добрый. Правда? Уже не леший там живет. Можно дверь приоткрыть еще, если захочешь. Пока-пока. Не везде, только на первом плане. И здесь получается так, что остается светлее. И появляется настроение света. Может быть, на воде там какие-то будут. У берега собираться листики. Вот здесь деревья дальнего плана близко к дереву первого. Поэтому мы его должны немножко отнести дальше. И выше. Еще и форму поменять. Чтобы не повторила она вот это закругление. С облачками хорошо. Только вот это мне не нравится почему-то. Оно слишком большое у тебя изначально получилось? Да, я пыталась уменьшить. Но, видимо, наверное, мало уменьшить. Парень зеленый. Я его просто собью. Без него даже лучше, да? Сразу вот эти напередник лан. Можно там какую-нибудь малышку посадить. Посадить. Елизаметно. Я чуть-чуть обратила внимание. Это тут скворечник? Не видно. Ну, можно что-то сделать, да. На доме. Ну, давай, попробуем. Может быть, такое? Может быть. На доме. Не видно. На? Субтитры сделал DimaTorzok